Из-за которой Лев и Анна Андреевна 5 лет до смерти матери не разговаривали. Они испугались, да нет, это неправда. Дело в том, что Лев приехал, это последняя ссора была у вас с матерью. Он приехал к матери, у него никто не хотел становиться оппонентом, он написал диссертацию. Никто не хотел. Он говорит, мама приехала, говорит, мам, ты дружишь с Жермунским, попроси его быть оппонентом, ему все равно. А значит он в Эрмитаже работал, а мать на него значит зашумела. Ты седой, уже мне надоело, все у тебя не клеится. Она заставляла его переводами. Большинство переводов в поэзии всякой, всех там разных республик, это делал Лев, а не она. Хотя они идут как Ахматовы. И он значит говорит, ну помоги мне. Она говорит, не буду, занимайся переводами, зарабатывай деньги. Он повернулся и ушел. Ушел, хлопнув дверью. И вот проходит время, идет время. Он не общается с ней. Она заболела, у нее аппендицит. И Зоя Борщевская, значит, Зоя Томашевская, значит, дочь известного пушкинистца Томашевского, значит, они дружили с Левом. Говорят, Лева, пошли маму твою навестим. Он говорит, ну пошли. А Лев защитил только диссертацию. Защитил все-таки. И он, значит, они приехали, значит, в больницу Ленина, значит, где она лежала. И, значит, она говорит, ну пошли, поднимемся. Он говорит, я посижу на скамейке, а ты иди, поднимайся. Она говорит, ну Лев там начала. Я сказала, и она знала, что он не поднимется. Значит, она говорит, ну как тебе не сытно, ну что ты? Он говорит, ты передавай привет, я сижу здесь. Вот. Ну она пошла, навестила Анну Андреевну, все. Значит, Анна Андреевна, ну, только что после операции, расстроилась, конечно. Не пошел ни за что. А потом, когда она оказалась в гостях у своей приятницы Ольховской в Москве, у которых часто останавливалась, значит, она заболела с сердцем, инфаркт. Ее положили в Домодедовскую больницу. И там пришел тираж, ее первый тираж, такой вот большой. И она сидела, написывала книгу. И среди первых книг была книга Льву. А он не выдержал и приехал в эту больницу, узнав, что у нее инфаркт, он приехал туда. И на пороге встречают Каменскую. Это дочь Пунина. Каменская говорит, если ты сейчас поднимешься к матери, она умрет. Она тебя видеть не желает. Она ждала его. Он как бы еще продвигается вперед и решает подняться. И по пути он встречает Ольховскую, которая говорит, сволочь ты, ты не приходил, ей все время плохо, значит, ты погубишь ее, если поднимешься. Он повернулся и ушел. И так не поднялся к матери? Он хотел. Ушел, ушел. Он не знал даже, что книжка лежит надписанная. Ушел, и тут довольно быстро они в санаторий какой-то сунули, и она умерла от инфаркта. Это уже был четвертый инфаркт. Она умирает, и ее перевозят. Дальше я встречаюсь уже спустя много лет. Я встречаюсь с одним КГБшником, который снимал меня во время выборной кампании для доносов, в общем. И он мне говорит, у меня столько вас. Хотите, я продам вам. Я говорю, зачем мне это? Он говорит, ну вот, у меня есть фильм про то, как привезли гроб Анны Андреевны 10 марта. Да, 10 же ее, она 5-го умерла, 10-го похоронили, да. Вот, и за 8 марта ее не привезли. И он говорит, мне дали фотоаппарат, вот сюда в пуговичку я вставил, и я фотографировала всех, там, Надю, Мандельштам, там, всех, кто выходил, кто летел на самолете. И у меня вся эта пленка есть. Я говорю, ну, слушайте, на музеях Матова уже работает, там приличный человек Нина Ивановна Попова, ну, сходите туда. Вы знаете, он отдал эту пленку бесплатно, а потом через какое-то время опять позвонил мне, говорит, мне надо с вами встретиться. Я говорю, давайте-ка я вас запишу для памяти, пригодится. Даже стукачи нужны, вот. А, значит, он согласился. Я его записала, он рассказал, он говорит, я на аукционе мог бы сейчас заработать большие деньги, а я вот вас послушала и отдал музей Матовой. Ну, мы фильм вставили, фильм об Ане Андреевне, и все. Значит, следом появляется еще один товарищ, который ведал издательской деятельностью во Фрунзенском районе. Значит, и у него последняя, значит, там была книга, вышла книга Ахматовой, ее приказано было рассыпать. А ему два экземпляра готовых принесли. И я его уговорила передать тоже в музей Ахматовой, потому что ничего не соклонилось. А вдруг у него два экземпляра, он отдал. И тоже потом клянил меня, что он бы продал на аукционе там и так далее. В общем, это, там много всяких историй. А по-моему, пленку так и не показывают. А? Пленку, по-моему, так и не показывают. Почему? Я показывала. Ну, это вы. Ну, фильмы. Все мои фильмы. Я имею в виду, что вы здесь. Я подарила все фильмы про Николая Степановича, про Льва, про Нон-Дельфин. Я про Нон-Дельфин. Спасибо огромное. Спасибо. Мы вам пришлем билет. Вы оставьте свой телефон, чтобы мы... Запишите телефон, потому что я пойду все-таки жару Севану. Сейчас мы записываем ваш телефон, чтобы мы вас могли пригласить на... Так, сейчас секунду. Девять два ноля. Так, сейчас. Девять два ноля. Девять два ноля. Двадцать девять. Двадцать девять. Девяностое. Девяностое. Все. Это мегафон, но без восьмерки, без... Все. А вы свободны 12 апреля? 12 апреля. Откуда я что-то... Мы с вами... Ну, постараемся. Да, мы с вами это... В Доме офицеров. В Доме офицеров будет замечательный концерт. Хорошо. Как раз на стихи Анны Андреевны. А в Доме офицеров, вы знаете, что проходило два суда? Да. Один суд по Ленинградскому делу, а потом Папа Кумову. А Папа Кумову тоже в Доме офицеров? Ну, конечно, в Доме офицеров. Я, кстати, вот вы будете смотреть вот этот фильм, значит, «Жизнь слишком коротка». Там есть в том числе и про Ленинградское дело. Так все есть. Спасибо огромное. Значит, по культуре в 20.45. Сегодня. Нет, это сегодня Жара Салферов идет. Ага, про Алферова. А это границ. А на сайте канала Культуры найдите. Называется «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным». И заучите это им. Обязательно. Все, отдачи.